Вот так ярко, красочно и красиво завершается, пожалуй, главное событие этого года. 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Зрители радуют яркими песнями и танцами известные творческие коллективы и исполнители. 27 августа на стадионе Казани-арена прошла торжественная церемония закрытия, провели которую известные российские ведущие Яна Чурикова и Антон Камолов. Церемония началась с гимна Российской Федерации. Церемонию закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. С приветственным словом он обратился к участникам чемпионата и гостям церемонии. Россия впервые проводила состязание лучших профессионалов планеты. И оно стало самым крупным и представительным в истории движения. Ярким, незабываемым зрелищем. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город. С древней историей и молодой. Спасибо Татарстану, спасибо Казани. Напомним, что чемпионат WorldSkills 2019 проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие конкурсанты из 63 стран мира, которые соревновались в 56 компетенциях. Площадкой проведения чемпионата стал международный выставочный центр Казаниэкспо. А деревня универсиада КФУ являлась кампусом для проживания участников чемпионата WorldSkills. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Варсказы помогает импульсировать свои skills и проверить другие страны и уменьшить их. Вы можете узнать другие страны, узнать их skills, как они trainят, как они уменьшают их, чтобы помогать вам. Итогом шестидневных соревнований стала церемония награждения. Более тысячи конкурсантов принимали участие в чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills. Но на сцене только лучшие из лучших. Им вручают золотые, серебряные и бронзовые медали. На сцене Казань-арена вручили награду Альберта Видаля. Франциско Альберт Видаля – один из создателей движения WorldSkills, автор идеи соревнований по профессиональному мастерству. Гран-при чемпионата получила российская участница Анастасия Каменева. Именно она набрала максимальное количество баллов во время чемпионата. Награду вручил президент WorldSkills Саймон Бартли и дочь Альберта Видаля – Палома Видаль. Вручение наград и концертная программа в течение длительного времени проходили под проливным дождем, но это никак не повлияло на ход церемонии. Участники один за другим выходили на сцену за долгожданными наградами, а зрители всячески поддерживали победителей. Дождь стал неким символом завершения крупнейшего мирового чемпионата. На больших экранах был показан видеоролик с яркими моментами прошедших соревнований. А на сцене один за другим выступали известные исполнители. Новую песню «Никто кроме нас» презентовал посол WorldSkills Казань-2019 Ливан Горози, известный как рэпер Эл-Уан, который записал ее специально для церемонии закрытия. На сцене появился и казахстанский певец и композитор Димаш Кудайберген. Он исполнил композицию, посвященную Казани. Следующий 46-й мировой чемпионат WorldSkills будет проходить в 2021 году в Китае в городе Шанхай. Будущая страна-хозяйка мирового чемпионата представила свою страну, выступив с театрализованным номером о культуре и обычах своей страны. С экранов к зрителям обратился лидер государства, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпинь. После чего торжественно произошла передача флага WorldSkills делегацией Китая. Завершили вечер певица Лобода и эстрадный певец Филипп Киркоров. Напомним, что более 600 студентов Казанского федерального университета являлись волонтерами WorldSkills. Из-за проведения чемпионата график заселения студентов в общежитии сдвинулся на две недели. К учебе студента приступят с 16 сентября. В связи с проведением чемпионата в КФУ проходило множество визитов, что способствует укреплению и налаживанию связей. В рамках 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Казанский федеральный университет в связи на посетил помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко. В ходе визита ректор Кафульшат Гафуров продемонстрировал готовящийся к открытию научно-клинический центр претизионной и регенеративной медицины. В связи на прибыл и министр науки высшего образования Российской Федерации Михаил Катюков. Ректор Кафульшат Гафуров показал министру несколько объектов Казанского университета. В рамках WorldSkills Казанский федеральный университет также посетили делегации Республики Филиппин, Республики Корея и множественная китайская делегация, которым особенно интересными были места, где учился Владимир Ленин. КФУ принял делегацию Республики Сингапур, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Уганда и многих других. Результатом всех этих встреч стало обсуждение дальнейшего сотрудничества. Анна Глазунова, Ленар Довлетяров, Универньюз.